У нас есть джинн! Так уже довольная что-то готовит. Ну давай, хвастайся. Что ты говоришь? Нюхай. О боже, зачем я это понюхал? Ребята, это слишком хорошо пахнет. Ну в общем, те, кто нам предрекал, Женя, беги. И Женя, не вздумай покупать это дело. Камила реально вот с того момента, как мы взяли этот комбайн, каждый день им пользуется. Точнее, миксер. И вот такое вот. И пироги, и торты. Может, хватит? Может, остановить? У меня сейчас сахара чуть-чуть осталась. Хорошо, что мы реально на фастинге. Иначе был бы ужас. Что, ты не сюда смотри. Он видишь, сзади тебя стоит. Вот это тебя ждет после печеньки. Ладно, давай есть. Давай. Уже пришло время мне зачистить то, что я замазывал. Хочу обратить ваше внимание. Видите, вот здесь вот были побольше дырки. И вот здесь вот выступает нижний вот этот бетон. Поэтому здесь получилось лучше сделать. Хорошо. То есть более ровненько. А вот здесь, вот в конце гаража, здесь уже получается бетон меньше выступал. А здесь практически не было отверстий. Здесь более проблемно, оно более косо. Но я уже счищу. Я уже покрашу, как есть. И заморачиваться уже больше сильно не буду. Потому что и так много времени на это тратится. Сейчас уже быстро дотираю эти стенки. Ребят, несколько рекомендаций, которые мне в комментариях дали. Смотрите, когда... Во-первых, розетки вообще надо отцеплять. Когда красишь. Чтобы потом вот такого не было вокруг. Ну, то есть их потом заново цепляешь. И все красиво. Во-вторых, после того, как обклеил розетки. После того, как все покрасил. Нужно практически сразу сдирать пленку. Потому что вы видите, вот это вот. Это уже когда краска хорошо подсохла. Оно хорошо, соответственно, содралось вместе с пленкой. Поэтому полчаса, час спустя после покраски. И можно обдирать. И третье. Для того, чтобы хорошо прокрасить вот такую вот зону разными красками. Можно использовать шпатель. Вот это вот самый большой шпатель, который у меня есть. Естественно, если бы я это знал. Нужно было бы купить вот такой длинный шпатель. Ставишь его просто. Ну и хорошенько так кисточкой, где надо, и лозишь. К сожалению, у меня это все вышло, видите, грязнее. Это все вышло дольше. Но не серчайте. Я теперь наученный. Спасибо всем огромное за советы. И вы тоже знаете, если делаете ремонт. С полом закончено. Со стенками закончено. Все, оно досыхает. Приступаем к работе дальше. По поводу вот этой зоны. Мы же... Видите, наш диванчик здесь стоит. Столик. Мы говорили, что она такая тестовая. Потому что мы до конца еще не определились. Как, что, где у нас будет стоять. В какой форме будет диван. К этой, к той стене. В общем, ничего мы до конца не знаем. Но нам надо попробовать. Поэтому вот сейчас телевизор стоит с этой стороны. Диван с этой стороны. И что мы сделаем? Мы немножко изменим это положение. Чтобы понимать, как нам удобнее сидеть. Как мы удобнее воспринимаем комнату. И вообще себя в ней. Ну, посмотрим. Посидим немножко в таком положении. Посмотрим, как так оно сидится. Насколько это удобно. Кстати, ребята, некоторые из вас обратили внимание. Да, у нас есть камин. Он газовый. Мы его еще даже ни разу не открывали. Не пробовали, не запускали. В общем, он рабочий. Но как оно работает и как оно вообще выглядит, мы пока сказать не можем. Это все ждет своей участи до того момента, пока станет прохладнее. Ну, в общем, так это выглядит. По-моему, симпатично. Но надо пробовать в действии. Многие очень мне писали, что вот в этом магазине. Мы так называем, любя бомжи, магазин. В общем, здесь все по доллару. Что здесь есть масса всего для строительного, чтобы ты взял, использовал, выкинул. Вот мы сейчас посмотрим. Ну, и плюс нам нужно еще кучу других мелочей докупить. Любим иногда тут поковыряться. Здесь вот стеллаж подготовки к Хэллоуину. Вот здесь вот тоже. Камила уже табличку схватила. Я, кстати, вот такого скелета взял. И здесь вот стеллаж к Хэллоуину. А там уже, видите, там уже идет к Рождеству. Здесь чуть-чуть к Рождеству. В общем, подробно вам показывать не буду. Покажу уже потом, что мы взяли. О, может Федю тут друга возьмем. Пока Федя еще у нас так сильно не вырос. Покажем ему, к чему можно стремиться. Ребята, это наш рекорд. Мы купили целых 22 айтема на 22 доллара. И доллар 82 налогов. Камила, видите, целые мешки тащит. Никогда мы столько не покупали. Но теперь у нас украшений полно. Короче, будет красота. И кисточек кучу купили. И для кухни купили. Видите, Камила, если светится, значит, что-то купили для кухни. Так, ребята, помните, я покупала швабру? Еще спрашивала, где такую в Украине купить. Так вот, та швабра была не очень хорошего качества. Это лучший такой вот смесер. Такая швабра очень удобна для быстрого. Там, разлилось что-то. Или не важно, в конце дня. Я хочу утром прийти, чтобы у меня кухня была чистая. В конце дня быстренько прошелся ей. И отлично. Еще, ребята, вот такие мы взяли. Это для украшения. Это Камиля. Крышка для посуды. Это для краски. Взяли еще разных кисточек для краски попробовать. Я взял вот такой концентрат, который мы будем использовать для того, чтобы почистить наш подъезд. Гаражу. И вот это самое главное сегодняшнее приобретение. В общем, это такие, как так называемые козлы. Вот мы их будем использовать. Вот там же будут висеть полочки. А полочки-то надо покрасить. Как вы правильно заметили, как многие из вас спрашивали в Ютубе, в Инстаграме. А почему бы тебе не покрасить еще двери? А я написал и сказал, ребята, это только стадия 1. Конечно же, все будет продолжаться. Конечно же, все будет доделываться дальше. Слушай, ну да. Прям симпатичная. Ну, главное, чтобы соленок был доволен. И, ребят, вот здесь вот мы оставим. Ну, вот в таком виде. Видите, кое-где красили, кое-где нет. Но дырок уже нету по всему периметру. Я уже докрасил. Я уже закончил с этим. Здесь вот единственная осталась дырочка. Но здесь из-за того, что провода идут здесь, решил вообще не трогать. Все, то есть с покраской у нас закончено. Нет, мы еще серенькую линию будем делать. А, Камила еще хочет там серенькую линию доделать. Но это уже она своими аккуратненькими руками. Потому что я крашу, как слон посудной лавки. Ты просто спешишь. Куда я спешу? Не знаю. Слушай, ну тут такая кисточка толстая. Посмотри на нее. Я ее уже покрасил. Так что, блин, это уже тяжело ей красить. Первая лампа подвешена. Вот я вымерил. И повесил ее на цепочку, которая идет в комплекте. Камила говорит, что слишком низко. Мне тоже кажется, что низко. Я вот думаю подвесить наполовину. А ты что скажешь? Я думаю, что на треть. Ну, вообще под потолок. То есть просто взять вот эти крючки и повесить их сразу на те крючки, что я монтировал. Ну как тебе? Лучше? Намного ярче стало? Приятнее? Ну сейчас еще вторая лампа станет. Будет вообще хорошо. Конечно же, вот этот провод не таким образом будет пределом. Скорее всего, я просто его обрежу и подсоединю напрямую вот в эту лампу, к этому патрону, чтобы у нас все включалось с одного выключателя. Но прежде чем это делать, обрезать провод мы всегда успеем. А вот потестировать и понять, как и что нам нужно, и как часто мы вообще пользуемся этим светом, начнем полноценно пользоваться гаражом. Это важнее. Правда? Можно эту дерево тоже белую покрасить? Вот эту? Можем покрасить. То есть, по дороге. Вот то выкрасим. Вот это за тобой выкрасим. Смешно лицом. А потом уже решим, что мы как покрасим. Хорошо? Хорошо. Кстати, краска я пыталась в плитке там ацетоном отодрать, но не отбирается. Какая краска? Которая из твоих ног на плитку нашла. На кухне. Не верьте ей. Я не ходил на кухню. О, сразу вы чувствуете. Как лучше? Угу. Конечно. Вновь лучше, да? Да. И вообще без всякого, без шума и пыли, как говорится. Ну я согласен, ладно. Это тогда мне на уши будет. Ладно, я согласен. Так действительно лучше. Цепляем вторую. Я брал вот такую рулетку в Home Depot. Она, ребята, стоит, если не ошибаюсь, долларов 15-14, что-то такое. Ну в общем, не самая дешевая. Потому что я вот этот весь набор, который у меня есть, брал там за 40 долларов. Туда тоже входит рулетка. Ну короче, рулетка стоит как полного набора. И чем она мне не нравится? Вот смотрите. Тут получается есть автоматическая фиксация. Но после того, как ты нажимаешь, она заезжает. И раньше, то есть все нормально было. Оно очень плотно фиксировало. Смотрите, что сейчас происходит. Ну что это такое? Это рулетка за 15 долларов. Да, и сейчас она фиксирует. Но мне нужно, чтобы она держалась. И чтобы она автоматически не вылазила. И вот такой результат. Висит у нас две лампы по бокам. И по центру вот такой прожектор. Смотри, а ну-ка, Милка, выключи. Видите, вот это, ребята, лампы теплого цвета. Я люблю теплый цвет везде. Он очень яркий. Очень хорошо все освещает. Я бы никогда не подумал, что он теплый, когда горит вот та. Но как только ты включаешь ее, оп. И совсем становится здесь, как в комнате. Ну, я могу сказать, что мне нравится. Тебе тоже? Супер. Очень хорошо. То, что надо. Еще и эта включилась. Такая, я тоже хочу гореть. Дверь уже вымыта. И перед покраской нам нужно узнать, нужно ли шлифовать эту дверь или нет. А как это узнать? Нужно узнать, это латексная краска или масляная краска. Нужно нанести на тряпочку спирт и протереть. Если отойдет, значит латексная. Если нет, значит масляная. Поэтому вот такой вот бутылочкой сейчас с Джейном будем проверять дверь. Я прям тщательно потер, красочка нигде не отошла. Значит, это масляная. И значит будем красить прям сверху. В этот раз я уже умнее. Замок снял. Здесь снял. Здесь снял. В общем, теперь все легче. И теперь не нужно будет делать вот так. Напоминаю, что учимся мы быстро. Поэтому все обтянуто. Раз. Картоночка подстелена. Два. Приступаем к покраске. Для дверей и шкафчиков краску взял вот такую. Сэми-глосс. То есть это полуглянцевая. Чтоб все как у кота блестело. Стены мы красили сатиром. А вот это наши полки, ребята, которые висели на стене. Которые будут висеть. И как вы видите, здесь я уже полсекунды прошелся белым цветом. А вот такая она была. Я ее сильно не зачищал. Ничего с ней особенно не делал. На самом деле вот покрашу, как оно будет. Посмотрите, как оно будет красиво гармонировать с этой стеной. Я покрашу, как оно будет, так будет. На самом деле, если вдруг плохо покраситься или что. Вот такую доску просто дешевле новую купить, чем долбаться с этой. Но я думаю, что все будет нормально. Я, кстати, скажу столько досок разных размеров. Длины, ширины, глубины. Что я вообще, если бы не снимал видео. Я бы ума не приложил, куда их обратно вешать. Часть, конечно, не будет совсем повешена. Но, тем не менее, хорошо, что снимал видео. Ну что, как мы вам и обещали. Будем сейчас пробовать эту штуку. Ну, кусты, видите, мы уже месяц как переехали, так и не подрезали. Поэтому они такие, они еще колючие. Просто, просто капец. Да, дотронуться невозможно. Вот это вот колючки. Я вечно покусанный кустами выхожу. Ну давай, попробуй. А, ребята, полная стрижка будет в одном из следующих видео. Потому что мы сейчас реально, у нас нет на это времени. Как-то нет. Смотри. Нет. Ну, значит, попробуй еще сильнее. Что-то мне не очень получается. Слушай, надо будет в интернете туда посмотреть, как. Ну, надо как-то. Да. А, ну такие лучше, да? Да. А, ну это оно жесткие так сильно не берет. Ну, значит, с вот этими надо вручную. Потому что, ну, вручными. А оно может полегче будет. Да, видишь, они просто жесткие очень. Да. Да.